брат покупает в нижнем театр и он становится театром фигнера сестра сидит в шлиссельбургской крепости брат солист его величество звезда не только нижегородской ярмарки российской империи о котором пишут все газеты сестра участвовала в убийстве отца его величества и сми они помалкивают но при новой власти все меняется брат уходит в тень хотя мы скажем о нем отдельно другом сюжете именем ее сестры называют улицы даже здесь в нижнем новгороде где она жила после отсидки если бы существовал конкурс красоты среди революционера кто первое место в нем скорее всего заняла бы лариса рейснер а вот на втором месте утвердилась бы вера фигнер интересно наблюдать как фигнер в порыве современных феминисток сознательно выхолащивала и своего образа все атрибуты женской привлекательности что наглядно показывает фотографическая эволюция представленная вашему взору но природную красоту не скроешь и внутреннюю сексуальность тем более поэтому ее воздействие на мужскую половину было зачастую магическим именно по этой причине и и вместе с жилябовым исполнительный комитет народной воли отправлял агитировать морских офицеров в кронштадт после ее речей они готовы были хоть завтра идти свергать царя инна стогова мать поэтессы анна ахматовой говорила что у фигнер точеная красота довольно долгое время варварская улица носила ее имя при том что на ней никогда не было адресов связанных с известной нардоволкой их следует искать на улице студеной и ильинской но настолько колоссальной была эта фигура в контексте советской истории что ее топонимически вознаградили самым центром нижнего и это довольно иронично потому что фигнер советскую власть так и не приняла сталина считала тираном и занималась по сути тем что сейчас принято называть правозащитной деятельностью но именно она была среди идеалистов первопроходцев кто заварил всю эту революционную кашу буквально взорвав александр второго памятник которому стоял в двух шагах у истока варварской улице и в этом очередной зигзаг идеологического пути через тернии к звездам и обратно памятник царю освободителю снесли рядом прилегающую улицу назвали в честь одной из тех кто лично помогала делать бомбы для его убийства пока новейшее время не уравняла всех в небытие нет ни памятника нет ни улицы в честь веры фигнер вера николаевна настоящий апологет борьбы с властью по пословице аппетит приходит во время еды сначала ради революции бросила мужа затем учебу в цюрихе хотя влюбленный в нее морозов который потом вместе с ней сидел в шоссельбурге убеждал ее не делать этого весной 1880 года в одессе производился подкоп но на этот раз для убийства не александра второго а правителя канцелярии графа татлебина статс секретаря понютина после того как 1 марта 1881 года царь был отправлен на тот свет фигнер предлагала не ликвидировать сырную лавку кабозевых откуда был проложен очередной тоннель для закладки мины а использовать ее уже для убийства новоявленного императора александра третьего она была единственной кто выступил с подобной инициативой а спустя год в одессе она организовала убийство военного прокурора стрельникова осуществленного николаем желваковым и степаном халтуриным то есть если бы не случилось ее ареста то кровавый след народной воли тянулся бы еще долго за свои смертоносные ископады вера николаевна поплатилась полна 20 лет в шоссельбурге по выходе оттуда она стала иконой борьбы с самодержавием по выражению василия розанова революционной богородицей викентий вересаев назвал ее великолепным экземпляром сокола в человеческом образе но и до тюрьмы младая народоволец иван попов характеризовал веру николаевну как сверх революционера именно в этом статусе фигнер приехала в нижний к своей сестре евгении замуж с писажиной жили они в этом доме номер 68 по ильинской улице здесь же до этого проживал нижегородский изобретатель василий иванович калашников сконструировавший наливные баржи для перевозки по волге керосина паронагреватели воздуховодные машины и многое другое не говоря уже про вездесущего алексей максимовича горького который точно также здесь проживал затем фигнер с семьей переехала на студеную улицу и вот хочется отвлечься от революционного пафоса и поговорить о бытовых подробностях жизни о которых мы знаем из воспоминаний нашей народоволки ну во первых по дороге из казани в нижней фигнер опоздала на поезд она вышла в дамской уборной из чего вы можете сделать вывод что туалетов вагонах того времени еще не существовало и там молодая мать пеленала на столе хорошенького ребенка фигнер залибовалась и упустила свой паровоз у нее было всего три рубля одета она была недостаточно тепло для зимы но все равно решила нанять лошадей так вот извозчики кидали жеребий кому из них ее вести и выиграл 11-летний мальчуган прям как паникрасова в больших сапогах полушубки овчином больших рукавицах а сам с ноготок однако фигнер было с ним страшно ехать поэтому ее вез пожилой крестьянин и она вылетела из саней несколько раз крайне интересным выглядит описание обыска произведенным здесь в нижнем у веры фигнер пристав явно умышленно стал у комода спиной ко мне как будто давая знать прячьте что у вас есть но я не решалась наполнить карманы массой записок и писем и в горе сны нерешительности сидела перед выдвинутым ящиком думая что карманы все равно обыщут выручилась истражение она подошла к столу и подставила свой фартук и карманы знаком показывая чтобы я складывала в них документы когда я сделала это она вышла в другую уже обысканную комнату и сложила все в свой комод какие-то вегетарианские нравы наконец чтобы дать выход своей неуемной энергии фигнер занялась разведением мяты для выработки мятного масла которая возилась тогда из германии она купила в московской аптеке ферейное нужное количество корневищ засадила ими часть земли вокруг усадьбы в селе никифорово наладила ирригацию завесила сушеной мятой все комнаты и чердаки отчего у самой фигнер и у ее сестер появилась крапивница и головные боли в результате она продала ферейную бочку сушеной мяты за 25 рублей выгнала в нижегородской лаборатории коммерческого училища масло которая раздала друзьям и знакомым а остатки продала за 8 рублей в аптеку все население села никифорова пила квас мятой и употребляла ее при желудочных заболеваниях и вот что пишет несостоявшийся предприниматель вера фигнер мое начинание получила широкую огласку и однажды к моему удивлению я получила официальное предложение от медицинского департамента взять ассигнование на постройку завода для выработки мятного масла конечно я не хотела зарыться в подобное предприятие и отказалась а в нижнем я получила приглашение на совещание по культуре медицинских растений и в этом вся вера фигнер то время как на том берегу брат владеет театром является настоящим народным любимцем и предлагают заняться с государственной помощью выработкой мятного масла да кому это надо то ли дело свергать царский режим чтобы потом проклинать новую советскую власть которая уже не позволяла себе во время обысков того что делал нижегородский пристав история полна уроков которые никого никогда ничему не учат зато улица варварской возвратили историческое название а вы узнали нечто новое про нижний новгород который я настоятельно рекомендую вам посетить с вами был гид павел перец и команда проекта нижние 800 сша а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok